Привет-привет, это вторая часть, где я рассказываю про энергии 2024 года. Кто не видел, посмотрите первую часть. Итак, я закончила о работе, бизнесе и день. Ну, приведите, это честный, открытый бизнес, карьера, много взаимовыгодных сделок, открытие наследства и получение долгов. Ну, естественно, неожиданная прибыль. Но, с другой стороны, не нужно 100% доверять партнеру, возлагать надежду на руководство. Вы можете потерять должность, быть обманутым, потерять ценности, документы, и могут возникнуть нарушения обязательств между партнерами по бизнесу. Любую информацию тщательно перепроверяйте, документы перечитывайте, даже мелкий-мелкий шифр. Не рекомендуется в это время заводить новые знакомства. Но если эти люди вам действительно нужны, то соберите как можно больше о них информации. Это убережет вас от ненужных отношений без будущего или слабый деловой союз. Здоровье. Слабое место организма – эндокринные органы печени, пониженный иммунитет. Поэтому нужно укреплять свое здоровье. Здоровье зависит от отношения к себе. Если человек следит за собой, правильно питался, ведет здоровый образ жизни, организму ничего не угрожает. Недобросовестные отношения, вредные привычки приведут к болезням, к плохому самочувствию. И даже есть риск, высокий риск заболеть неглечимой болезнью. Оперативного вмешательства в будущем, возможно, даже операции. Любовь и дружба. Дружеские взаимоотношения будут честными и будут основаны на взаимопомощи, поддержке. А вот, с другой стороны, личностные отношения у многих перерастут в осознание, на готовность к созданию семьи, заключение брака, основанного на крепких взаимоотношениях. Но такой союз строится не на страсти, а на сильных чувствах мужчины и женщины. А также на трезвом расчете увеличится подписание добрачных и брачных контрактов. И еще рождение долгожданных детишек, усыновление и или удочерение. Но низкие вибрации указывают на нестабильность отношения, на нарушение обязательств между партнерами в браке, проблема со второй половинкой, высокую вероятность развода. Потерять любимого человека можно по недоверию, дурости и клевете. В дружбе без доверия, в дружбе, в самой без доверия, это отношение без будущего и слабый-слабый союз. Совет для изменения обстановки. Предупреждаю, что в этот год можно все потерять. Быть незаслуженно обвиненным. Вас могут оклеветать, а партнер обмануть. Надо задуматься над сложившейся ситуацией и переоценить свои поступки. Не следует строить песочные замки и мечтать о несбыточном. Быть слишком самоверным или доверчивым человеком. Постарайтесь стать объективным человеком, который принимает справедливые решения, имеет авторитет в обществе и ценится другими людьми. И сам ценит других людей. Главное – честность в поведении, дел, полную оплату налогов, справедливость, своевременное принятие решений, наличие перспектив, улучшение деловых качеств. Не советую вам быть в негативе. Не сетуйте на несправедливость, ведь вы получаете зарплату, либо доход, который заслужили. Чтобы получать больше, надо осваивать новые навыки, виды навыков, грамотность и работать по справедливости. В этот год судьба предоставляет шанс решить проблемы с финансами. Вы можете зарабатывать много денег, заплатить долги и налоги. Подведу итог этого года. Это энергия честности, неподкупности, объективности, самокритики. Рекомендую вдумчивое отношение ко всему. Обязательно рассчитывайте все свои действия, избегайте конфликтов, быть справедливым в решении различных вопросов. Удачи и процветания!